Дагестан Нужна для того, чтобы, во-первых, регистрировать, прежде всего, предприятие, которое занимается экспортом самолепродукции. Быстро, удобно и с минимальными затратами. Экспортеры мяса в Объединенные Арабские Эмираты теперь могут подать заявку в электронной форме. Если вы должны получать воду для полива, у вас должен быть обоснованный запрос. Если вы в ней, в правовом поле, получаете воду, здесь тоже мы должны поддерживать вас, чтобы у вас вода была, но с законным путем. Глава поручил, правительство исполнило. Аграрии Кизелюртовского района больше не будут испытывать проблемы с поливной водой. Месяц добрых дел. Об акции благотворительного фонда «Инсан» для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата смотрите в сюжете наших корреспондентов. Специалисты прогнозируют в Дагестане продовольственный кризис. Республика вошла в список регионов, где возможен резкий скачок цен. Это следует из исследований экспертов Федерального института развития предпринимательства и экономики. Между тем, в Дагестане уже зафиксировано повышение стоимости продуктов. По статистическим данным, цена минимального набора продуктов выросла на 14,5% и составила более 6 тысяч рублей. Это самый дорогой показатель по СКФО. Экспортеры мяса в Объединенные Арабские Эмираты теперь могут подать заявку в электронной форме. Об этом всех участников внешнеэкономической торговой деятельности уведомляет Кавказское межрегиональное управление Росельхознадзора. Рассматривать заявки из России Эмираты теперь будут бесплатно. Федеральная государственная информационная система Цербер предпринимателям в этом поможет. Регистрация на площадке обязательна, так как данные автоматически будут помещены в систему Меркурий, которая упрощает электронный документ оборот. Цербер нужна для того, чтобы регистрировать предприятие, которое занимается экспортом своей продукции. Кроме этого, данная система позволяет определить все хозяйственные объекты, занятые разведением, содержанием животных, переработкой, хранением и так далее. Это реестр предпринимателей, занятые оборотом животноводческой продукции в таможенном союзе. Это реестр экспортеров данной продукции. Дает возможность каждому предприятию, конкурентоспособному предприятию, возможность подачи заявки на проведение аттестации данного предприятия. Ранее мы уже тоже проводили аттестацию на вывоз мяса-мясопродукции двух наших предприятий для экспорта в Объединенные Арабские Эмираты. Но на сегодняшний день он находится в режиме согласования. И данная услуга, принятие данного решения, оно было платным. На сегодняшний день принято решение со стороны Объединенных Арабских Эмиратов на бесплатной основе рассматривать данные заявления. И сам уже экспортер может по ссылке подать заявку именно тех предприятий, которые имеют доступ, соответственно, со стороны Россельхознадзора для экспорта своей продукции в данную страну. Агрария в Кизельюртовском районе обеспечат поливной водой. Сельхозтоваропроизводители получат воду скоро после заключения соответствующих договоров. В районе также проведут ремонтно-восстановительные работы на насосной станции и прочистят мелиоративный канал. Такое решение озвучил в ходе встречи с местными жителями председатель правительства республики Абдул Муслимов. Если вы должны получать воду для полива, у вас должен быть обоснованный запрос. Если вы в ней, правого поля получаете воду, здесь тоже мы должны поддерживать вас, чтобы у вас вода была, но с законным путем. Чтобы воду получить, должны быть соответствующие условия для подачи воды. Я вам ничего личного не говорил. Я тоже сам родился в селении, я знаю, что такое сеят, пахат, выращивают, работал в хозяйстве. Знаю, что такое мелиорация. Занимаюсь до сих пор этой мелиорацией. Поэтому канал Октябрьской революции, вода идет, должны быть насосы, воду должны подавать и, соответственно, должны поливать и получать урожай. Если вы хотите, чтобы у вас 24 часа в сутки, 365 дней в году вода была, вот корм. Это подарок совершенно нам. Напомним ранее, глава Дагестана Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики дал премьер-министру поручение решить проблему с поливной водой в кратчайшие сроки. Командно-штабные учения МЧС прошли в Карабудахкентском районе. Отработку тушения лесного пожара провели вблизи села Карабудахкент. В ликвидации ЧС была задействована и авиация. Вертолет Ми-8 забирал воду из Каспийского моря и сливал ее на очаг возгорания. Спасатели также отработали элементы десантирования на место с дальнейшей эвакуацией пострадавших. В итоге пожар был локализован и не распространился на ближайший населенный пункт. Благое деяние, совершенное в священном месяце Рамадан, вознаграждается во много раз больше. И поэтому именно в это время мусульмане спешат совершить больше добрых дел. Благотворительный фонд Инсан занимается этим круглый год. Вот уже более 10 лет. На этот раз они помогли детям с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Более подробно об акции расскажет Карим Даниев. Рамазану скоро 7 лет, но ходить он пока не может. Из-за особенностей развития большую часть времени приходится проводить в сидячем положении. Правда и это до сегодняшнего дня давалось тяжело. У мальчика не было специализированного сидения. Но теперь, благодаря добрым людям и благотворительному фонду Инсан, он сможет правильно и комфортно сидеть. А это в условиях реабилитации является крайней необходимостью. Инсану уже 7 лет. И вот уже на протяжении 7 лет я как-то раньше не задумывалась о том, что нужна правильная коляска. Вот мой ребенок по сей день мы передвигались в обычных колясках для обычных детей. Я уже понимаю, что она не совсем удобная и неправильная. Потому что надо учитывать особенности ребенка и подбирать под нее правильную коляску. Обратились в фонд за помощью, чтобы нам приобрели коляску. Я думаю, что именно с вашей помощью сейчас нам будет легче. И мы даже можем выходить на прогулку уже на более дальние расстояния, чтобы мой мальчик не уставал и он мог в коляске находиться. Значимость правильно подобранной коляски отметил и руководитель производственной компании из Санкт-Петербурга. Вместе с командой он приехал в Дагестан, чтобы лично презентовать технические средства реабилитации и настроить их индивидуально под каждого ребенка. С каждым родителем мы индивидуально связывались и запрашивали размеры. Уточняли диагнозы, уточняли пожелания родителей, что им нужно, для каких нужд. Кому-то нужна была легкая. В таком случае мы взяли трости, привезли. Кто-то ребенок был большой, кто-то был маленький. Каждая коляска подбирается индивидуально. Даже если у одного ребенка, например, ДЦП четвертый уровень, и у второго ДЦП четвертый уровень, это не значит, что нужны одинаковые коляски. Нужно смотреть на общую картину целиком, смотреть на все нюансы. Поэтому каждая коляска, она разная, она индивидуально подорвана конкретному ребенку, каждому из тридцати. То есть они не повторяют ситуацию, не бывают одинаковых случаев в данной истории. Самое основное, чтобы коляска не навредила, чтобы она предносила пользу. Потому что правильное позиционирование ребенка в коляске дает правильное формирование всех органов. Это очень-очень важно. Это раз. Сопровождение тоже важно. Просто купить, один раз настроить тоже мало. Нам могут звонить, и будут, наверное, здесь звонить родители. И мы будем помогать, объяснять, что-то корректировать в оборудовании. Специализированные коляски подарили 30 детям с ДЦП. Инициатором сбора средств на покупку техники реабилитации выступил известный дагестанский бизнесмен Мурат Алискеров. Он предложил участвовать в акции добра всем гражданам, а к собранным средствам пообещал добавить равную сумму. Так все и получилось. Люди собрали почти 3 миллиона, и столько же добавил меценат вместе с другими представителями бизнес-сообщества. У меня было желание закрыть вопрос, связанный с детьми, которые болеют ДЦП, но у которых нет специализированной коляски. Потому что здоровые дети и родители, и таких детей, они не понимают, для чего они нужны. Но я, сталкиваясь хоть немного, понимаю, насколько это важно. Вот даже сейчас, общаясь с человеком, который занимается сбором, продажей, он говорит, что нам один сантиметр туда, один сантиметр туда, у ребенка нога не растет. Как это объяснить среднему обладелю? В прошлый раз у нас были онкобольные дети и дети с синдромом бабочки. В этот раз вот женщина одна пришла ко мне со своим сыном, с дочкой, прошу прощения. И она рассказала свою историю. И то, как она, мы ей отдельно купили коляску вне рамках этой акции, и то, как она это рассказывала, то, как она вот была вдохновлена этой историей, то, как она относилась к своему ребенку, реакция. Вот это все меня как-то вдохновило. Я решил спросить у Магомеда, что сколько? Он сказал, что там где-то 150 или 200 детей, из них коляски есть, то есть финансы нужны для чего-то другого. А у этих прям колясок нет. Мать должна постоянно нанести с детьми, ребенок растет, у нее прям уже грыжа от того, что она постоянно носит. Выгуливать часто не получается, на прогулку выходить. Почему нет? И все, мы этот блок, по крайней мере, сегодня, аль хамблю, закроем. Это был особенный день для подопечных фонда «Инсан». И не меньше он запомнится всем тем, кто причастен к данной доброй акции. Карим Даниев, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Нашиды, викторины и десятки призов. Около 6 тысяч человек приняли участие во вторе единства. На этот раз в Духовном центре имени Пророка Исы праздничные мероприятия организовал Тляратинский район. Перед участниками выступили ученые-богословы, представители власти и известные выходцы из района. Приятным сюрпризом для участников стал розыгрыш трех путевок на Малый Хадж-Умра. Организаторы предусмотрели и развлекательную площадку для детей. После вечерней молитвы верующие приступили к коллективному разговению. Концепцию развития образования в республике обсудили ученые и педагоги в Дагестанском федеральном исследовательском центре Российской академии наук. Спикеры выступили с докладами на тему подготовки кадров высшей квалификации. Говорили о реформировании и модернизации системы образования региона на период до 2030 года. В 2022 году объявлены республики годом образования. Там целый набор и список мероприятий, посвященных году образования. И в рамках одного из этих мероприятий сегодня мы собрались обсудить эти все вопросы. Поэтому, дорогие коллеги, я рад вас видеть в нашем федеральном исследовательском центре. Хорошо, что мы иногда находим время вот так собраться, пообщаться. Значит, научная организация, мы все-таки больше занимаемся наукой, хотя образование у нас на уровне аспирантуры. Значит, от науки образование отделить невозможно. Это две стороны одной медали. Нет науки, нет образования. Нет образования, нет науки. Значит, они должны идти всегда вместе. И я считаю, что образование правильно сделало, что какие-то мероприятия по году образования, они проводятся в федеральном исследовательском центре. Новые победы и планы по развитию. Федерация футбола Дагестана отчиталась о проделанной работе. Конференция прошла с участием руководителя Минспорта Дагестана Сажида Сажидова. В ходе встречи было отмечено, что сегодня особое внимание в республике уделяется большому футболу. Так возрожден некогда флагман дагестанского футбола Динамо. Сегодня после 26 туров первенства клуб из Махачкалы идет вторым в Лиге ФНЛ-2 и имеет реальные шансы на повышение в классе. Идем удар. Убирает. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, вот это гол. Мы уже второй год получаем финансирование из республиканского бюджета для Махачкалинского Динамо. Поэтому и результаты не заставляют себя ждать. Такого внимания со стороны руководства республики к футболу не было у нас давно. Сергей Алимович Меликов очень активно нас поддерживает. Мы уже провели три совещания по развитию футбола в республике с участием главы Сергея Алимовича Меликова. Для нас это очень важно. И когда мы чувствуем за спиной такую поддержку, у нас и работа легче идет, и все вопросы быстрее продвигаются. В ходе отчетной конференции также обсуждали изменения устава федерации, говорили о развитии женского футбола и мини-футбола. Кроме того, состоялось награждение победителей и призеров чемпионатов Дагестана среди юношей и взрослых. Отдельно были отмечены и отличившиеся арбитры. Следующий сезон республиканского первенства стартует 8 мая. В матче за Суперкубок Дагестана сойдутся команды Хасавюрт и судостроитель Динамо. Смотрите нас также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok